я ее я здесь владе я только что пытался войти в аккаунт касты в инстаграме дело непростое дело непростое войти в аккаунт касты в инстаграме так всем привет друзья всем привет друзья пока мы подождем пока добавляются наши зрители ну просто займу время расскажу что я сегодня делал сегодня я сегодня проснулся в 630 разбудился на сыновей всем 10 я эти 40 минут не необходимы для того чтобы прийти в нормальное состояние настроения иначе сыновей будить я буду не слишком жизнерадостно а так я вот уже 40 минут похожу приобрету привычный для них позитивный настрой и бужу отвез старшего в школу он во втором классе младшего в сад он в предпоследней группе ну смысле та которая перед последний предпоследняя так и называется так 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 ну потом я вернулся и начались наши рядовые кастовые заботы вот у нас сейчас в разработке несколько проектов вкратце могу рассказать мы готовим электронный релиз на best это очень круто это уже готово на самом деле занимаемся оформлением и мастерингом скоро услышите а потом мы погнали с детьми забрал детей с сада и из дома погнали на тренировку они занимают тайским боксом я занимаюсь вместе с ними в детской секции по тайскому боксу друзья я вижу что вы пишете комменты я пока не читаю их я хотел бы сначала рассказать свой месседж а до вопросов мы дойдем мы их собираем мы их собрали специально в анонсе который мы вчера разместили они у меня зафиксирован я на них отвечу там есть интересно ну короче мы погнали на тайский бокс я занимаюсь вместе с ним с ними чтобы меня уже получается но конечно до уровня артема тарасова не не добраться нет мне даже не добраться до уровня корнея тарасова ну что друзья это наши эфиры мы будем их вести регулярно завтра будет шим послезавтра хамиль змей пока просто наблюдает змей надеюсь ты наблюдаешь ну и возможно он тоже подтянется найдет время проявит интерес а чё сегодня буду рассказывать о наших стадионных концертах о нашем альбоме чернила осьминога о наших планах о том как я проведу завтрашний день а завтрашний день это это знаменательный день это великий день ну что ж я начну с со стадионов в апреле мы впервые покушаемся на стадионной площадке я помню у нас шимом был когда давно разговор как-то я сказал ну а чё мы что же когда-нибудь будем послать на стадионах да не какие стадионы клубы тысячники меня это очень расстроило честно говоря потому что ну имея компаньона такого как он один из моих главных компаньонов и друзей я вдруг обнаруживаю что вот наш потолок оказывается он видит уже и это не не такая уж и высокая планка было немного досадно но я в своем духе с ним конечно поспорил шимом и в основном спорим я знаю что шибу и трат конечно же если мы выйдем на стадионы а я конечно же буду расстроен если мы на стадионы не выйдем и так в апреле у нас будут стадиона мы делаем вид что все уже будет окей мы оптимисты мы считаем что на ограничение отменят мы в этом уверены потому что мы уже их забронили в москве и в санкт-петербурге так в москве 17 апреля нет нет это в питере 17 апреля севбур арена и в москве 23 апреля в т.б. арена да я бывал на стадионах концертах рэперов которые мне импонировали в свое время и сейчас я был у элвана в олимпийском огромное место она гораздо даже более огромное чем количество людей которые туда пришли хотя и было тем не менее много тысяч больше 10 12 может еще больше оказалось что ну как-то слишком много места слишком много воздуха много пустоты и вроде бы лван не не имел такого вот контакта как он же на самом деле очень живой очень эмоциональный человек и мне вот я сидел на трибунах мне казалось что нужен какой-то более тесный не знаю каким образом этот контакт установить на таких огромных площадках но было очевидно что он нужен был на стадионах макса коржа это уже совсем другое это какие-то народные гуляния скорее это это почти спорт со своими правилами когда люди знают что нужно делать в каждый из моментов макс отлично дирижировать он даже нет не сказал что он там выступал он скорее был ну режиссером всего этого мероприятия и одновременно руководил голосом под музыку где еще был я был на огромной площадке у дорна но удар такой был фанковый чувак который постоянно в контакте и ты ты поешь это ты поешь это ну то есть он ну в той манере жанра я и сам свои ощущения помню от выступлений на огромных площадках да есть впечатление что ты там гораздо более в одиночестве чем ну чем в целом даже чем когда дома то есть до тебя никому не дотянуться вокруг тебя огромное количество воздуха и ближайшие стены через 50 метров и в принципе легко можно себя вообразить где-то выединение а люди где-то далеко у нас будет не так мы специально позаботимся о том чтобы чтобы мы были среди людей если уж не фактически то чтобы полностью было такое ощущение ну что собрать так много людей я надеюсь на тысяч 10 человек и не оказаться не почувствовать их но это потраченные силы так что мы специально позаботимся о том чтобы было ощущение очень тесного контакта кстати я хотел вас информировать о динамике продаж сегодня не не узнал к сожалению сколько продано билетов на данный момент по моему под 500 билетов в москву в питер но я позабочусь специально о том чтобы узнать это к следующему эфиру возможно шим завтра даст на сайт по поводу продаж и каждый раз каждый раз мы будем говорить сколько билетов продано вы будете знать как идут наши дела понятное дело что если ограничение не отменят то видимо нам придется сместить но мы об этом даже не собираемся думать реклама запущена у меня есть впечатление что весь интернет в нашей афиши на какой бы сайт я не зашел медуза там разомас ну в общем я бы я не был везде в гугле на ю тубе я вижу наши баннера первые стадионные концерты черно-белая фиша с ядовито оранжевыми надписями у меня есть впечатление что город полон хотя я понимаю что на меня таргетированная эта реклама но видимо я действительно важен для чтобы я на самом деле пришел на этот концерт и наши коллеги которые занимаются организации они специально меня затаргетировали чтобы постоянно всплывала напоминалка влад 17 апреля санкт-петербург у касты концерт на стадионе влад 23 апреля у касты концерт в москве на стадионе уж приходить будет добрый приходи ладненько кто слышал альбом чернила осьминога наш новый альбом который вышел месяц назад я думаю что те кто смотрят эфир те кто подписаны на нас в инсте в основном все слышали хотя я встречаю людей которые у которых если спросить чё как тебя наш на альбом да да я послушал классный вот ну и дальше по их описанию я понимаю что они имеют ввиду об изъяне понятно или такая даже прошлое уже у вас еще новый вышел вот такие дела а тем а тем временем я слышу отзывы о чернилах и они повторяют мысль что может быть это наш лучший альбом я такое слышал об изъяне понятно и я удивлен и очень рад слышать это вновь уже про чернила я-то и сам если честно думал что возможно это наш лучший альбом ну вот если взвесить все здесь здесь неважно там жанр это олдскульный там какой-нибудь ростовский это какая-нибудь там манера речетива эти нюансы при определении какой альбом лучше я думаю не важны вот когда альбом уже был написан и еще не записано меня было прочное ощущение что чернила осьминога вероятно наш лучший альбом мы мне уже так не думается мы поставили альбом русланом у небаева нашему концертному директору на великий скептик и мы поставили ему демки на ноутбуке ну то есть это такое деле еле можно что-то услышать хотя нам-то всегда кажется что все понятно мысль донесена все кристально ну в общем он слушал в основном он либо ничего не говорил либо давал какие-то советы ну либо мог уточнить там какой-то момент а вот это так и оставите а чего и вот это тоже так и будет а может вам по-другому ну ладно вот примерно такие реакции были от руслана манибаева и как-то я под обломался но я вида конечно не подал вот самом деле вроде бы альбом классно я никса недавно встретил на дне рождения у диджея никвана вот как раз таки от него я в очередной раз услышал что да классно как раз классно новый альбом а вот у вас правда зачем-то политические темы вот почему вас постоянно политические темы теперь я говорю возраст такой вот обо всем важном написали осталось только то есть мы мы в возрасте правителей нам под стать политические песни так сказал я я никсу а потом подумал какие политические чернилах у нас только одна ну хоть как-то касается это годы неправда это про судебный произвол или стой чувак это же ты наверное не слышал наш новый альбом чернила осьминога новый альбом нет не слышал такой новый альбом еще не слышал ну короче ладненько мы начали его писать в самом начале февраля прошлого года я помню что мы тогда еще слетались со всех городов кто где находился вот все эти там гостиницы деньги на билеты вот именно так мы и писали обычный так мы собирались сделать никто не знал что совсем скоро все изменится никто не подозревал мы договорились пришел ко мне в квартиру шим мы ждем хамиля хамиля нет мы звоним хамилю и чувак где ты оказывается хамиль был не в курсе что сегодня но а змей заранее предупредил что его не будет так что мы с шимом начали сочинять вдвоем задачи нашей было я рассказываю о том как мы начали писать альбом чернила осьминога задачей нашей было нащупать тему которая настолько интенсивно захватывает внимание слушателя и вероятно происходило подобная сцена подобное событие у каждого из слушателей и каждому есть что добавить каждому есть вспомнить свои нюансы подобного происшествия я не помню насколько долго мы перебирали но кажется в тот же день нам стало понятно что это авария то в которой ты побывал сам когда люди начинают рассказывать про аварии да можно конечно послушать до конца но почти всегда будет а у меня было вот так короче едем мы и там я а там это ну и короче тут же начинается интересно интересно рассказать свое происшествие я вспомнил про аварию это наверное самая серьезная не было в более серьезных мы ехали на концерт в краснодаре в москве мы ехали в такси в аэропорт чтобы попасть на концерт в краснодаре а это был какой-то беспонтовый концерт вот это было то время когда мы почему-то соглашались на странные мероприятия такие непрофильные для нас с тех пор мы так не делаем это был какой-то косплей маскарад в краснодаре не понимаю зачем у нас туда пригласили зачем мы согласились но решение мы принимаем большинством в чате и видимо большинство было за и мы слегка опаздываем дорога мокрая это ноябрь не май перед нами резко тормозит машина водитель резко уходит влево чтобы в нее не врезаться сзади не успеет не успевает среагировать грузовик из и толкает нас так очень ощутимо толкает вперед и чуть-чуть в кость казалось бы на этом все закончилось микро эпизод вот сейчас выйдем из машины поймем другой такси поедем дальше но нет грузовик выталкивает нас на встречку а а там же прям несется mercedes и мы понимаем что а вот сейчас уже будет все что угодно уже даже не вообразить наперед и лучше не загадывать и вот пошли те две-три секунды до столкновения когда действительно сильно замедляется время и в куплете которые с которой начинается трек мой куплет я как раз описываю вот эти вот самые две-три секунды я сейчас нахожусь в студии это мы здесь записывали этот альбом здесь стоит микрофон здесь стоит еще один сейчас только столько криво мы летим по встречке в нас летит мерс не уверен но скорее всего будет не смерть пять секунд ножа пять секунд назад жизнь была скучна как рельс а теперь так интересно дальше посмотреть наконец-то не зависит от меня ничто ничего не сделать мы сидим и ждем я освобожден судьба летит меня своей роскошью нажитой ох как не терпится мне узнать уже наш итог час будет туда жмурюсь до боли беда на переднем пассажирском я бетонная плита во мне жизненный дар я что-то там и удал как она будет через миг не угадать жаль себя все потеряно аж не верится ждать устал черт хотелось бы уже врезаться жал себя как ядро земли пресс тиски ну наконец таки далее послушать змею он послушал сказал прикольно мы попробовали интегрировать его в эту песню у нас уже был припев ну змеи накидал кучу своих версий они не подошли в итоге он исполнил наш припев ладенько так что у нас у нас завтра 23 января конечно же я пойду прогуляться я нахожусь в москве у меня будет прогулка по центру по пушкинской площади если я смогу до туда дойти я живу недалеко то есть мне по сути выйти из дома это такая ситуация которая меня ну прям пронзила при том это первый раз честно это первый раз когда я пойду на подобные мероприятия хотя ну в душе я я всегда там ситуация пронзила я хочу чтобы меня пересчитали вместе со всеми остальными то есть по сути для чего это делается да для того чтобы было известно сколько смелых отчаявшихся людей находится в данном городе кто возмущен все вокруг меня ну они просто сочувствуют алексею навальному они сочувствуют они горячатся когда они говорят об этом не видел честное слово ни одного человека который бы при мне вот с такой же горячностью и убежденностью начал бы рассказывать о том что это немецкий шпион который сидит на плохой диете у которого он себе организм посадил этой диетой поэтому он впал в кому это американский проект и одновременно кремлевский проект это чё там еще бывает сам вор ворует у всех вот ни одного такого человека озвучивать озвучившего бы такую точку зрения на серьезе без иронии мне просто не встречается мне кажется таких людей на самом деле нет вот кроме тех людей которые в экранах и на на государственном телевидении радио эти вещи проговаривают вот так что у меня полное впечатление что огромное количество людей сочувствует а завтра я увижу сколько людей не только сочувствует а и даст в достаточной степени отчаялись чтобы выйти и попасть в статистику я заметьте никого не призываю к этому еще раз повторюсь что все это мое на субъективное мнение личностное осуждение так я говорю чтобы формально не наговорить час себе на на пару лет тюрьмы но дело в том что мое субъективное мнение и личностное осуждение очень совпадает с мнением огромного количества людей в таких случаях это называется объективная реальность ну или что-то очень близко с ней соседствующие мы вчера выкладывали анонс этого прямого эфира и просили задавать вопросы и я действительно нашел несколько интересных вопросов я на них отвечу что у меня а вот на эту же тему пацаны это часто это часто пацаны зачем вы полезли в политику но я не всегда заложил смотреть это это был бот потому что ну вопросы частые вот именно этот он повторять так что скорее всего это один тоже человек в общем перелоги не вающий зачем вы полезли в политику но дело в том что действительно просто слушатель может вполне так спросить мне кажется сейчас ну во первых из 16 треков на альбоме посвящен посвящен политическому аспекту ну притом такому внутреннему судебной системе только один это говорит о том что полезли в политику мы вот таким вот способом что всего лишь процентов 7 из 100 до на самом деле посвященный ей но если уж действительно порассуждать о том почему мы стали так делать почему в принципе стали писать песни относящиеся к этой сфере да мне полнейшее впечатление что если об этом молчать и бояться но мы реально мы просрем будущее и будем очень сильно жалеть и сокрушаться то есть вот мы же могли сказать мы же могли на что за повлиять мы же ведь действительно в закручивание гаек и в нарастании деспотизма там есть очень много людей которые как-то участвуют в формировании решений и там всегда есть варианты из которых что-то выбирается я думаю что если в обществе начинают доминировать или хотя бы какой-то критический вес набирать запрос на ну какой-то запрос но в нашем случае это запрос на права и свободы на то что они все-таки неприкосновенны то что на них нему не нельзя никакой возможности нельзя давать на них покушаться особенно со стороны государства вот если об этом не говорить при том живописно на примерах так чтоб людей трогала так чтобы после прослушивания можно было даже предположить что судья послушав может быть задумается и на что-то это положительно повлияет или прокурор кто-нибудь еще в общем я просто думаю что мы себе не простим этого не простили бы этого в будущем если бы не поднимали эти темы сейчас а в политику мы не полезли политикой надо действительно заниматься мы пишем песни когда марафон 29 мая я бегу 30 километров это точно это решено я не думаю что я пробегу марафон до 30 мая вот 30 29 мая меня тридцатка летом будет марафон это стопудово я буду марафон я готовлюсь я не сдавляю обороты у меня вот эта зима самая тренировочная из всех которые у меня были обычно я забивал все прошлые зимы опухал ленился сейчас все не так я буду марафон сам в двадцать первом году как отметили день рождения антохи у змея вчера был день рождения он встретил в лесу моих родителей простую это произошло случайно мы еще не отпраздновали день рождения антохи он наверняка отпраздновал я видел его фотку в снегу честно он живет в каком-то классном загородном доме еще ни разу не позвал говорю анто хочу не позвал на новоселье у меня еще не было новоселье ну вот мы ждем новоселье хотя кажется он туда переехал уже года полтора назад антоха что ты скрываешь позови в гости братан я тебе почти все знаю кроме кроме того где ты на самом деле живешь так вот вопрос вы пишете музло я честно я не не скопировал вопросы я так тезисно поэтому простите они будут не точны это просто тема на которые были заданы вопросы я пишу музло во фруйте лупсе и мастерю там же человек который задал вопрос сказал что он услышал клиппинг а клиппинг это когда при мастеринге вот что-то там начинает ну какие-то щелчки блин я очень старался чтоб не было клиппинга ты точно услышал клипинг это конечно пустяк для в основном для слушателей но мне лично не плевать но я буду серьезнее у меня есть коллега рановый music мы это делали вместе в основном узло написал он я как-нибудь его затащу на прямой эфир и мы поговорим с ним а политическая ли я проститутка и за сколько мы продались нет я не политическая проститутка и мы не продались о чем я мечтаю какова моя мечта я думаю что мне нельзя игнорировать этот вопрос поскольку у меня есть песня сочиняя мечты соответственно вот эту тему мне придется за нее нести ответ и на иной раз кажется что толком то ни о чем ну вот мечта это же что-то такое заветное недостижимое заоблачная но тем не менее можно подумать о том как бы туда добраться наверное у меня есть такая мечта я бы хотел создать какой-то сервис социальный сервис который бы сильно ускорил общественный прогресс вот в какой области у меня есть там же разные развилки в общем в общественной жизни действительно есть такие застойные области которые если бы прокачать то это привело бы к общественному прогрессу и это моя мечта нащупать такие идеи и найти таких единомышленников и найти такое время и столько сил чтобы действительно создать такой сервис эта мечта она не должна быть конкретно что за жилетка было много вопроса относительно той одежды в которой я на той фотке которая анонсирует этот эфир это бронежилет он на самом деле конечно не брони но он сделан по типу бронежилета это так в р это riot division riot division название бренда киевский бренд классный мы однажды были у них в магазине мне понравилась их одежда и с тех пор я просто онлайн мониторю что у них нового появляется и заказываю себя как заставить себя бегать это действительно было очень сложно раньше я начал бегать лет шесть назад и это было мучительно по чуть-чуть я бегала наверно уже лет 20 но так вот чтобы превратить это хоть в какую-то систему началось 6 лет назад это было мучительно тем более это мучительно чем больший вес то есть если воспринимать бег как инструмент для снижения веса это трудно возможно лучше не с бега начинать а ну с каких-то домашних упражнений аэробных ну таких вот домашний crossfit ну это на самом деле классная штука мощная и очень можно себя хорошо нагрузить и легко регулировать нагрузку и вот когда чуть-чуть вы уже сбав сбавляете вес и мышцы приобретают тонус вот тогда бы я советовал начинать бег потому что если начинать сразу то можно перетрудить ноги там над костница суставы и в итоге человек останется с впечатлением что бегать это просто плохая идея на самом деле нет надо немного себя подготовить к этому чуть-чуть сбросить вес и найти себе подходящую беговую обувь достаточно мягкую в общем на самых первых этапах важно вот этому психологическому давлению дискомфорту от того что вы бежите ара обычно вы не бегаете не прибавлялась бы физическая боль вот был вопрос кто из советских композиторов мне нравится и действительно есть композитор который мне практически целиком нравится это алексей рыбников на самом деле много советских композиторов но вот такой известный эстрадный алексей рыбников да друзья мне надоело честное слово но тем не менее я буду выходить в эфир регулярно еженедельно скорее всего я оставлю за собой пятницу и и восемь вечера ну сегодня у меня не получилось в эти восемь я долбил каста инста чтобы залогиниться он заведен не на мою почту в общем там с кодами и с паролем пришлось повозиться и так пятница восемь вечера скорее всего станет моим днем и моим временем для прямого эфира с вами в инстаграме завтра восемь вечера ожидаете здесь шима увидите уведомление о прямом эфире из инста из инста и сразу подрубайтесь и вообще поставьте себе уведомление от каста инста от нашего аккаунта чтобы не пропускать наши прямые эфиры и наши посты а послезавтра ожидайте хамиля тоже в восемь вечера насчет змея я надеюсь что мы его все-таки затащим сюда в эту затею и ну наверняка есть чем поделиться с вами по крайней мере даже для меня большой интерес представляет его жизнь жилище я бы с удовольствием посмотрел если он провел экскурсию по дому вот был очень рад тому что мы хоть и в одностороннем порядке но пообщались нам очень не хватает концертов мы всегда в контакте с публикой и даже до концертов я специально устраиваю пробежки чтобы видеть этих людей и общаться с ними получать фидбэк потому что в текстовой форме это конечно немножко не то ну ладно эти эфиры мы будем делать для того чтобы и у нас и у вас не исчезала впечатление о нашей общности о нашем коннекте и о том что наша тусовка кастовая тусовка это гораздо более глобальная штука нежели просто прослушивание песен в интернете машине когда никого нет вокруг и так мы вместе мы будем для вас вещать будем отвечать на ваши вопросы делиться планами новостями да и с каждым разом а будем делать эфир все интереснее интереснее будем выдергивать людей из кстати почему бы не сделать это сейчас добавлю кого-нибудь в эфир такс 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 то у меня тут есть вот почему бы мне не добавить дмитрия ковалева не знаю кто такой дмитрий ковалев но ну или ладно ставим что-то на потом так дмитрий ковалев отправлял запрос ранее вероятно уже отклеился ладно друзья все на данный момент больше вас не отвлекаю ждите завтрашнего эфира шима 8 тыс каста здесь плани